Крымская война унесла огромное количество жизней, в том числе во время обороны Севастополя. Немалая часть защитников покоится на братском кладбище Северной страны. Когда в сентябре 1854 года началась первая георгическая оборона нашего города, один из ее руководителей начальников штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, отдал приказ готовить на Северной стране площадки под плющи и захоронения, всем было совершенно ясно, что защитники Севастополя будут стоять на смерти и погибнуть множество людей. Отдельные кладбища стали заполняться очень быстро, постепенно они слились в одно огромное, которое в народе получало трогательное название братских кладбищ. Тут упокоились погибшие в сражениях и умершие от ран. После войны там продолжили хоронить участников обороны Севастополя, пожелавших приезжать рядом со служицами. Так и появились могилы генерала-лейтенанта Хрулёва и генерала Татлебина. Самое позднее захоронение адекватывается в 1912 году. Сейчас на братском кладбище 472 братские могилы, задумайтесь, 472, и в каждой из них покоятся сотни солдат и матросов, плюс 130 индивидуальные, офицерские и генеральские.